Здравствуйте! Очередной выпуск программы «Народное качество» в эфире. И сегодня мы с вами будем говорить о подарках, праздниках и о том, как создать в отношениях атмосферу радости и беззаботности. Какой праздник без фото- и видеосъемки? Спустя годы именно фотографии помогут вам вспомнить то, что происходит сегодня. Чтобы получить безупречное фото, многие обращаются к профессиональному фотографу, а тот, скорее всего, предложит вам студийную фотосъемку. О плюсах ее мы сейчас и поговорим, поскольку минусов практически нет. Изысканная барокко в лучших итальянских традициях. Благородная лепнина и блеск хрусталя. Фотостудия «Дом» – современное воплощение утонченной красоты XVI века. Четыре просторных зала выполнены в разных цветах. Белый зал – идеальное место для съемки сборов невесты, голубой – для романтических свиданий или фотосессий в стиле лавстория. Красный и черный залы нередко выбирают для персональных или бодуарных съемок. Преимущество этой фотостудии заключается в том, что пространство залов полностью адаптировано под съемку, а не отдельные его части. В каждой фотозоне есть основное световое оборудование, которое фотограф может по необходимости использовать. В фотостудию «Дом» вы можете приехать как со своим специалистом, так и заказать фотосъемку непосредственно на месте. Кстати, в преддверии праздников на тематические фотосессии действуют скидки. Они всего по 20 минут, и каждый желающий может воспользоваться этой услугой. Купоны на них можно приобрести на сайте «Принкупон». Купон дает скидку от 50% до 65%. В фотостудии «Дом» большой выбор нарядов и украшений, которые можно взять на прокат. В общем, от вас требуется только желание и предварительная запись. Фотостудия «Дом» находится в поселке Трудовое, улица Курильская, 1В. Телефон для записи 8-914-964-38-33. Предположим, что все уже определено, и фотосъемка маячит на горизонте. Ну что же, тогда следует обратить внимание на макияж и одежду. Ведь вы собираетесь остановить мгновение, и через годы уже ничего не должно омрачать ваше сиюминутное счастье. Если тема фотосессии определена, продумайте макияж и не обязательно приглашать визажиста. Начните с покупки косметики. Хорошая тональная основа и тени не дадут вам возможности испортить образ. Сеть магазинов косметики и парфюмерии «Бонжур» дарит артемовцам территорию красоты и гармонии. Духи известных брендов. Шикарная палетка декоративной косметики и средств по уходу за лицом и телом. «Мейбелин», «Лореаль», «Макс Фактор» – десятки наименований. «Бонжур» заботится об оригинальности своих товаров, поэтому работает только с официальными представителями. Вся продукция здесь сертифицирована. Поставки новинок от известных популярных брендов регулярны. Для ухода за волосами в «Бонжуре» оформлен отдел профессиональной косметики. Краски, бальзамы, тонирование, гели и шампуни. Опытные консультанты помогут вам правильно подобрать линию по уходу, учитывая ваши особенности и пожелания. Теперь каждая красавица может без проблем ежедневно баловать свои волосы салонным уходом в домашних условиях. Магазин «Бонжур» каждую субботу дарит покупателям скидку по акции «Минус 15% красоты», а к праздникам готовится тем более основательно. Уже сегодня вы можете подобрать подарочные наборы для дорогих мужчин к 23 февраля, а для мам и дочек к 8 марта. Приятные сюрпризы ждут и самых маленьких принцесс и джентльменов. Игрушки от героев Диснея станут полезны для банных процедур, выбор для капризных и притязательных подарочные сертификаты. В преддверии праздников магазин «Бонжур» объявляет акцию с 20 по 23 февраля на весь ассортимент мужской парфюмерии скидки до 50%. Подобная акция на парфюм для прекрасной половины человечества пройдет в период с 6 по 8 марта. Сеть магазинов «Бонжур» Кирова-19, торговый центр «Меридиан», «Фрунзы-48» и «Кирова-44». Неплохим аксессуаром для фотосъемки могут стать цветы, такие как тематические букеты невесты или экзотические горшечные мандарины и апельсины. Они смогут поднять настроение не только в день фотосессии. Не случайно цветы – важный атрибут в жизни человека. Без них не отходится ни один праздник или торжество. Цветы способны не только поднимать настроение, но и, если хотите, даже лечить и нести некую денежную энергетику. Цветы могут рассказать нам о чувствах другого человека, когда обычные слова оказываются бессильны. Розы, лилии, тюльпаны, орхидеи, хризантемы – прекрасные посредники в общении. Они дарят радость, помогают выразить чувства, олицетворяют любовь и нежность. В сети магазинов «Цветочница» вы сможете приобрести горшечные или срезанные цветы – герберы, гиацинты, нарциссы. Здесь найдется цветок на любой вкус. Украсить подарок помогут специальные декоративные фигуры и праздничная упаковка. Любите оригинальность? Подарите необычное горшечное растение. Модная новинка – яркий флорариум. В сети магазинов «Цветочница» каждую неделю новое поступление – большой выбор горшков, аксессуаров и удобрений. Также в преддверии весенних праздников в «Цветочнице» вы всегда сможете найти свежие тюльпаны. И если от обилия цветов разбегаются глаза, берите подарочный сертификат и точно не промахнетесь. Магазины «Цветочница» находятся по адресам улица Амурская, 32, район автовокзала и интернациональная, 90. Напротив – бизнес-центра «Лидер». Психологи уверяют, что крайне важно окружать себя цветами. А для того, чтобы они долго стояли, следует выполнять простые условия. Соблюдать температурный режим, обязателен свежий срез и регулярно менять воду. Обязательно, чтобы вода при этом была холодной. А еще продолжительность жизни цветов зависит от того, с каким настроением они подарены. Важно уметь их красиво преподнести и сказать хорошие слова. А еще желательно к цветам добавить бархатную коробочку. И не пустую, а с ювелирными украшениями. История ювелирного искусства уходит корнями в глубокую древность, когда драгоценные украшения считались особой роскошью и служили не только для красоты, но и чтобы подчеркнуть высокое социальное положение в обществе. Сегодня не нужно быть особой королевских кровей, дабы носить драгоценности. Современные ювелирные умельцы могут создавать поистине изысканные самоцветы для каждого. Знакомимся. Ювелирная мастерская «София». В отличие от обычного магазина, здесь специализируются на изготовлении украшений абсолютно любой сложности. Опытный мастер принимает индивидуальные заказы, поэтому даже самый придирчивый покупатель отыщет в «Софии» свое сокровище. Для кокетливых дам на выбор красивые серьги и подвески. Бизнес-леди найдут для себя роскошное ожерелье, а молодожены подберут обручальные кольца на любой вкус. Мы делаем изделия по фотографии, по рисункам. Цены на наши изделия значительно ниже общепринятых. Ювелирная мастерская «София» приглашает милых дам украсить свой образ роскошными драгоценностями, ведь каждая женщина желает чувствовать себя королевой. За сокровищами отправляемся по адресу площадь Ленина, 8, магазин «Молодость», справа торца. Телефон 8-924-250-16-79. Холодная приморская зима словно бы заставляет нас общаться друг с другом, создавать праздники, в том числе и без повода, встречаться, дарить подарки. Да и вообще просто проводить время насыщенно и ярко. Ведь гармонии с окружающим миром порой мешает наше неумение расслабляться и общаться с теми, кто рядом. Здравствуйте, гость нашей студии, врач-психотерапевт Елена Ворончук. Здравствуйте, Елена. Здравствуйте, Луиза. И сегодня мы поговорим о праздниках и о подарках. Елена, череда праздников продолжается. Ну, естественно, праздники, они связаны всегда с подарками. Как подарки сказываются на гармонизации семейных отношений? Подарки действительно очень важны. И есть такие подарки, в которые человек вкладывает особые отношения. И поэтому такие подарки долго сохраняются. Эмоциональное отношение и ощущение от подарка, оно остается на долгие годы, а может быть и на всю жизнь. И именно тогда, когда возникают трудности, этот подарок может сохранить ваши отношения. Можно подарить человеку ощущение, и это не будет связано с какими-то расходами, но это запомнится на всю жизнь. Например, ужин на берегу моря или где-то в каком-то таком необычном месте, на что не потребуются большие какие-то расходы, но запомнится на всю жизнь. Елена, а вот цветы, является ли букет цветов подарком? Ну, к сожалению, многие девушки, женщины цветы не расценивают как подарок. И получается, даже такие происходят конфликтные ситуации. Мужчина собирает все деньги, которые есть только у него на карточке, в семье, и дарит шикарный букет. Но женщина, принимая букет, ищет какой-то подарок еще дополнительный. Хотелось бы все-таки мужчинам напомнить, что цветы – это цветы. Это прелюдия к подарку. А хорошо было бы, если там внутри было что-то еще. И желательно ювелирные. Ювелирные изделия – это абсолютно все женщины одобряют и абсолютно все мечтают. Особенно об обручальном колечке. Наверное, ювелирное украшение будет всегда прекрасным подарком. То есть это беспроигрышный вариант. Ну, конечно. Но желательно бы все-таки не ждать подарок какой-то от мужчины или от парня. А желательно подвести к этому подарку, показать, что вот это я хочу. Или, может быть, даже сфотографировать на телефон и отправить в тот магазин, где продается именно это изделие. Потому что никто не умеет читать мысли на расстоянии. Никто не поймет, о чем вы думаете. Надо все-таки сказать, а может быть, иногда и неоднократно сказать. И не намеком говорить, а именно сказать прямо. Потому что мужчины все воспринимают прямо. Подарки приятно получать в любое время, независимо от праздника. Ну и цветы приятно получать в любое время. Поэтому не обязательно на каком-то празднике зацикливаться. Не обязательно ждать какой-то определенной даты. Да. Я, например, говорю, ну ничего, что вы меня не поздравили с днем рождения, я принимаю круглый год подарки. Елена, а уместно ли мужчинам дарить цветы? Вы знаете, мужчины вообще, они такие немногословные. И они нам говорят, что да не надо, можешь мне ничего не дарить. Но все-таки мужчинам всегда приятно. И цветы это очень неожиданно. Но, конечно, цветы должны быть для мужчины, ну такие особенные, не женские цветы. Там не пионы, не сирень. Ну, может быть, это будут гладиолусы. Ну, какие-то такие необычные, именно вот мужские цветы. Елена, вот что касается косметики. В рейтинге подарков косметические принадлежности стоят на самом последнем месте. Женщинам не нравится получать подарки. И лучше было бы подарить, например, сертификат, чтобы она сама купила что-то. Как правило, женщинам нравится, когда им дарят парфюм. Но если вы хорошо знакомы и уже видели, чем пользуется женщина, то можете купить такой же точно флакон духов. Он никогда не будет лишним и всегда будет очень приятно. Если вы сомневаетесь, что подарить, можно спросить женщину, что она хотела бы, чтобы ей подарили. И можно пойти вместе в магазин. И будет очень приятно женщине выбирать, а вы будете расплачиваться за подарок. Это, ну, просто великолепно и романтично. Тогда она и поймет, что вы хотите максимально ей угодить и не жалеете времени своего. Ну, и она выберет то, что ей нравится. Поэтому такой поход вместе за подарком запомнится однозначно и обязательно. Не секрет, что больше всех праздников ждут дети. И родители, которые хотя бы раз организовывали день рождения для своих чат, знают, что главный атрибут на праздники – это, конечно же, торт, но еще и воздушные шары. Они способны не просто создать атмосферу радости и веселья, но и поднять настроение всей дружной детской компании. Универсальный праздничный декор и самый желанный подарок. Разноцветные воздушные шары вызывают восторг и у детей, и у взрослых. Сегодня ассортимент воздушных и гелиевых шаров огромен. В компании «Шар-125» вы сможете подобрать композицию к любому событию. Мы хотим подарить нашему клиенту эмоцию, чтобы человек улыбнулся и пришел к нам снова. У компании «Шар-125» много постоянных клиентов. Доступные цены, широкий ассортимент, интересные новинки и розыгрыши. В социальной сети «Инстаграм» можно ознакомиться с работами компании и сделать онлайн-заказ. Ко дню Святого Валентина «Шар-125» уже подготовил много милых подарков. Воздушные композиции, декоративные свечи, подарочная упаковка и другие приятные мелочи. Эксклюзив магазина, смывающаяся краска, признание в любви, оставленное, к примеру, на кузове машины, точно запомнится надолго. Еще одна модная новинка – цветной дым. Он – яркое украшение любой фотосессии. Удивляйте своих близких вместе с компанией «Шар-125», торговый центр «Конкорд», офис 210. При подготовке праздника от грандиозной свадьбы до свидания в День всех влюбленных встает вопрос о месте, где это можно было бы провести. Это могут быть рестораны, развлекательные комнаты, уютные лакшери-зоны. Ваша фантазия подскажет, как сделать торжество незабываемым. Дерзайте! Праздник всех влюбленных – время ожиданий. Хочется, чтобы самый романтичный день в году был идеальным. И если на меньшее вы не согласны, вам стоит заглянуть в мотель «Негус». Он расположен в загородной зоне в удобной близости от Артема. Приятная атмосфера и обслуживание на высоком уровне позволят забыть о проблемах и насладиться отдыхом. В мотеле «Негус» работает уютное кафе, где вы можете отведать блюда русской, восточной и европейской кухонь. Сотрудники кафе готовы предложить аперитив на ваш вкус и свежесваренный кофе. После сытного ужина вы можете остаться и насладиться отдыхом в номерах «Люкс», каждый из которых выполнен в неповторимом дизайне. Так «Люкс Акваризот» поможет погрузиться в атмосферу экзотического побережья. Здесь вы можете провести свидание в джакузи. Это уникальный для нашего города комплекс услуг, который включает в себя спа-программу, ароматерапию, фруктовые закуски и ощущение полноценного отдыха за границей. Каждый номер мотеля интересен по-своему. Выбрать подходящий именно вам поможет приветливый администратор. Спешите забронировать свой идеальный вечер. Дорогие друзья, поздравляю вас с Днем Святого Валентина. Любите друг друга. Приезжайте в Мотель Негус. Мотель Негус находится по адресу улица Солнечная, 26А. На третьем километре трассы Владивосток-Аэропорт напротив восьмой шахты. Подробнее ознакомиться с услугами мотеля вы можете на сайте moteldefisnegus.ru или позвонив по телефону 8-924-132-2020. Близится 14 февраля, День всех влюбленных. Правда, старшее поколение этот праздник не понимает, однако молодежь пользуется лишней возможностью сказать приятные слова тем, кто им дорог. Символ Дня всех влюбленных – Валентинка. Открытку в форме сердечка можно купить в магазине уже в готовом виде, а можно выполнить своими руками. Причем в последнем случае она будет особенно дорога адресату. Здравствуйте, я флорис-дизайнер Ярославцева Екатерина. Я хочу вам показать небольшую композицию, в которой вы можете вырадовать любимого родного человека на ближайшие праздники, на День Валентина, на 23 февраля, на 8 марта. Можно за место кофе с утра любимому человеку подать, например, в стаканчике небольшую цветочную композицию. Я вам расскажу, как ее можно сделать, буквально вот из подручных материалов. Нам потребуется стаканчик из-под кофе, можно из-под чая, пленочка. Потребуется пиафлор – это флористическая губка, которую нужно будет заранее замочить. Ее тоже можно купить в любом цветочном магазине. Потребуются растения, цветочки, можно те растения, которые любят ваши любимые, весенние цветы, ирисы, тюльпаны, ну или цветы, которые растут у вас на подоконнике. Сейчас я вырежу флористическую губку в размер стакана и буду формировать в ней цветочную композицию. Пленка нам нужна для того, чтобы наш бумажный стаканчик не промок. Главное, чтобы у нас цветы были в водичке, ну, чтобы они хотя бы сантиметра в три углублялись в флористическую губку, чтобы им хватило водички, ну, чтобы они не завяли. Как вы поняли, губочку, губку флористическую мы добавили для того, чтобы букет у нас долго простоял. Пленку мы добавили, чтобы наш бумажный стакан не промочился. Вот букет в пиафлоре у нас будет стоять и вас радовать 2-3 недели, а может и больше, периодически букетик поливайте, вот радуйте глаз своих любимых. В нашу композицию мы добавили вот такой акцентик сердечка, а что добавите вы и какая будет у вас композиция, все зависит от вашей фантазии. Программа «Народное качество» желает вам находить больше моментов для радости. Не ждите, что кто-то организует вам фотосессию или праздник для вашего ребенка, или в конце концов свидание. Не ленитесь, дерзайте и смотрите программу «Народное качество» в эфире телеканала Артем ТВ. А я прощаюсь. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»